Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На библейском портале экзегет продолжаем читать Евангелие от Марка, глава 10. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские, за иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Но в данном случае мы видим, что Господь приходит в пределы иудейские. Близится Пасха страданий, и Господь уже намеревается в скором времени войти в Иерусалим. Он приходит в пределы иудейские, понимая, что иудеи уже ненавидят его и ищут всячески, чтобы его погубить. Подходит фарисея и спрашивает, искушая его. То есть ставится вопрос намеренно такой, чтобы скомпрометировать его в глазах народа, доказать, что он не мессия. Вопрос, позволительно ли разводиться мужу с женою. То есть спасителю даются две возможности ответа. Он может сказать позволительно, может сказать непозволительно. Но в любом случае фарисеи, как знатоки закона, рассчитывают завязать с ним богословский спор и развенчать его в глазах народа как мессию, как незнающего закона. Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. И Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. Мы видим, что Господь не дает прямого ответа, но на вопрос отвечает вопросом. Так часто действует божественная премудрость во свидетельство того, что закон, который был дан человеку для жизни, был дан непосредственно ей, самой премудростью. И мы видим, фарисеи говорят о позволительности писать разводное письмо и разводиться. Но в словах Христа мы видим вот это выражение по жестокосердию вашему. Господь хочет сказать, что Моисей, как человек, милующий свой народ, если бы этого письма не дал, то тогда бы иудеи могли своих жен просто убивать, поскольку в древнем мире взгляд на женщину был очень своеобразный. А дальше Господь добавляет, в начале же создание Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мати, прилепится к жене своей и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Вот в данном случае божественное учение о мужчине и женщине, учение о браке, о том, что два сочетаются вплоть едину, в том, что они оставляют своих родителей, то есть самых близких людей. И поэтому любое посягательство на то, чтобы брак перестал быть между мужчиной и женщиной, в принципе, ставит ту или иную сторону в очень перед Господом Богом невыгодную ситуацию. Господь объясняет, в чем тут дело. И так, что Бог сочетал того человек, да не разлучает, в доме же ученики его опять спросили о том же. Он сказал, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прилюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прилюбодействует. Вот в данном случае здесь Господь вскрывает очень чаще всего тривиальную и обычную причину развода. Тот, кто похотью возжелает сочетаться с похотливой связью с другой женщиной, тот чаще всего и ищет разводы. И поэтому, если разводится сторона, которая нарушает супружескую верность, она ничего другого не делает, кроме того, как просто прилюбодействует. Соответственно, прилюбодеяние – это смертный грех в глазах Господа и по учению Церкви. То, что может нанести ощутимый урон душе, то есть она умрет для покаяния. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев, то Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таких есть Царство Божие. «Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него, и, обняв их, возложил руки на них и благословил их». В данном случае, по всей вероятности, Спаситель неоднократно прикасался своими руками к головам взрослых людей, и они исцеливали. Это рассматривалось людьми, да и апостолами, конечно, как благословение Божие. Но, с другой стороны, апостолы, видя, как устает их Божественный Учитель, как много людей окружает его, негодовали, потому что еще и детей было, наверное, немало, которых постоянно подносили Господу и просили на них возложить руки, то есть благословить. А в данном случае Спаситель вознегодовал на учеников и сказал, пустите детей приходить ко мне, ибо таких есть Царствие Божие. Здесь вот толкователь обращает внимание на самую главную черту маленьких детей – это незлобие. То есть, таких есть Царствие Божие, незлобивых людей, они в Царство Божие войдут. И дальше говорится, истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Ну, в данном случае здесь мы говорим о том, что, подобно тому, как дитя принимает истины, которые, говорит ему мама или папа, безоговорочно, без всяких сомнений принимает на веру и знает, что заповедь, данная ему, заповедь для жизни, точно так же и верующий человек незлобивый, принимающий проповедь о Царстве Божием, не сомневаясь, без всяких сомнений в том, что так будет, он войдет в Царство Божие. И вот здесь, на самом деле, вот этот последний стих 16-й этого отрывка, и обнив их, возложил руки на них и благословил их, многими толкователями понимается аллегорически, то есть, в данном случае, человек, принимающий на веру, без сомнения, актом доверия учения о Царстве Божием, обнимается даром божественной благодати и благословляется на своих путях спасения. Когда он выходил в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. В данном случае, человек молодой падает на колени, он не искушает, он не играет перед Господом, он действительно хочет наследовать вечную жизнь и спрашивает, обращаясь к Господу, учитель благой. Но Господь не принимает это наименование себя благим, поскольку благим является только один Бог. В данном случае, Спаситель, как сердцевеец, видит, что молодой человек обращается к нему как к человеку, пусть и очень способному и человеку Божию, но все-таки не к Богу. С другой стороны, Господь, как бы недоумевая, видя, что перед ним израильтянин, ссылается на те заповеди спасительные, которые в свое время дал Моисей народу израильскому, обещав за них спасение. «Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать». Он сказал ему в ответ, учитель, «все это сохранил я от юности моей». Но в данном случае нередко человек, исполняя заповеди Божии, не исправляется с сердцем, и поэтому не чувствует в сердце ответа от дара благодати, которую должна человека исправить, просветить, окрылить, вдохновить. Но в данном случае здесь спаситель, скажем, Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, Господь полюбил по объяснению толкователя этого человека, именно за его искренность и за его простоту объяснения то, что он хотел от Господа. «И сказал ему, одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за Мною, взяв крест свой». Вот здесь мы видим, что спаситель уже говорит этому человеку о возможности христианского совершенства, которое требует от человека единократного, сразу продания своего имения, непостепенного, раздания всего нищим, именно нищим, никому-то другому, ни благодетелем, ни покровителем, ни прелюбодеем, ни развратником, нищим исключительно, и будешь иметь сокровища на небесах. «Последуй за Мною, Господь идет в Иерусалим на страдания, взяв крест, то есть будь готов ты за Меня умереть». Ну и мы видим, что такие слова вызывают очень, в общем-то, нежелательную реакцию в этом человеке. «Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Ну вот в данном случае здесь Господь своим предложением засвидетельствовал о величайшем пристрастии сердечном этого человека не к вечной жизни, не к Господу, а именно к серебру, к имению своему. «И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его. Ну, здесь мы понимаем, что Господь в педагогических целях, конечно, учил этого юношу на глазах у сотен людей, и после даже засвидетельствовал, что имеющим богатство нельзя войти в Царство Божие. Почему ученики ужаснулись от слов его? Конечно, ученики были подвержены тоже влиянию того мироощущения, которое было у иудеев, которое утверждало, что человек, имеющий богатство, от Бога благословлен. Соответственно, чем больше у тебя богатства, тем более ты благословляем Богом, тем более на путях твоих, путях твоего спасения. Но в данном случае ученики ужаснулись от слов его, потому что понимают, что тогда кто же может спастись. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Вообще, слово «богатство» в данном контексте может быть понимаемо как то, что дает человеку возможность быть с Богом. А если богатство удаляет тебя от Бога и направлено на то, чтобы ты был автономен, независим от Бога, то, конечно, о каком Царстве Божием можно говорить? Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Но в данном случае здесь, по сути дела, утверждается то, что богатый в Царство Божие войти не может. Ну, слово «верблюд», «егольные уши» — это иногда объясняется небольшая щель в стене Иерусалимского. Иерусалима, сквозь которые поздно бывало опаздывающие перегончики верблюдов, могли просочиться туда, ну, благодаря тому, что верблюдов буквально впихивали в эту стену. Хотя вот Божийный Феофилак предполагает, что, возможно, в древности вошла ошибка, и одна гласная буква была заменена на другую. На самом деле здесь нужно читать толстый канат, толстая веревка, которая не может пройти сквозь игольное ушко. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись. Но если богатый, благословляемый от Бога своим богатством не может спастись, кто тогда спасется? Иисус, возрев на них, говорит, человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Вот это очень важное утверждение Спасителя, которое говорит нам о том, что мы свою собственную силу спастись не можем. Даже если очень захотим. Спасает нас Господь, даром своей благодати, Богу возможно все. И поэтому, если мы уповаем на себя и на свои богатства, в самом, что ни на есть образном смысле слова, богатство своего ума, богатство своих талантов, богатство своих связей, богатство своего положения, то нам невозможно спастись. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, и веки грядущим жизнь вечной. Многие же будут первыми и последними, и последние первыми. Вот здесь мы видим, что апостол Петр, хоть был и небогатым человеком-рыбаком, говорит Спасителю о том, что он оставил все. То есть даже здесь мы можем сказать, что те пристрастия даже, которые апостол имел к этой земной жизни, им все было оставлено. Ну и в данном случае Спаситель поддерживает его и говорит о том, что тот, кто оставит свои эгоистические наклонности, которые человек чаще всего использует для того, чтобы лучше устроиться в этом мире, и оставит все и свой эгоизм ради меня и Евангелия, тот приобретет в сто краты в сравнении с тем, что человек имел. Ну и в данном случае мы можем даже на примере самих апостолов засвидетельствовать и апостольской проповеди уже после воскресения Христова. То, что действительно так случилось, потому что у апостолов были практически сотни домов, которые не приходили и были желаемы, сотни братьев и сестер, которые постоянно за ними ухаживали, беспокоились, обеспечивали их всем необходимым, матерей, отцов, детей. То есть все то, что на самом деле свидетельствовало о том, что апостолы любимы были всеми теми людьми, которые носили имя христиан. Многие же будут первыми и последними, последние первыми. Ну вот в контексте рассуждения, о которых здесь мы говорим, конечно, можно сказать, что фарисеи и богатые люди, которые в глазах израильского общества были первые, они окажутся последними. А те последние, то есть которые ничего не имели и все оставили ради Христа и Евангелия, они окажутся первыми. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Ну вот это выражение свидетельствует о том, что Господь идет быстро, он торопится, и апостолы за ним еле поспевают и ужасаются, потому что неоднократно слышали от Христа, зачем он в Иерусалим торопится. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, осудят его на смерть и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но мы понимаем, что это очень точное, конкретное пророчество Христа о себе, которое случится буквально через несколько дней. Если он, как пророк, знает, что с ним случится, и умышленно не уходит от того, чтобы это пророчество сбылось, то, соответственно, апостол должен сделать очень важный вывод. Господь идет собственной волей для того, чтобы пострадать. Ну и вот в виде утешения он апостолам обещает то, что он в третий день воскреснет. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанна, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть одному по правую сторону, а другому по левую сторону, в славе твоей. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» И вот этот эпизод свидетельствует о том, что апостолы пока что помышляют не о славе Царства Божия, пришедшего в силе, а о славе земного царства мессианского, плоского мессианского царства, в котором они хотят занять получше места. Но и в данном случае, видимо, по объяснению толкователей, Иаков и Иоанн, понимая, что они пользуются особым расположением у Христа, просят его, чтобы самые лучшие места в земном, по земным меркам царствия, то есть один справа, другой слева сел, им были отданы. В любом случае здесь апостолы Иаков и Иоанн идут на то, чтобы от Христа отодвинуть прочих апостолов, которые находятся вместе с ними. Но мы видим, что в данном случае Христос тотчас все ставит на свои места и говорит, что вы не понимаете, чего просите. А дальше он говорит, можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещу. Здесь однозначно, конечно, говорится о том страдании, которое Господь намеревается претерпеть. Они до конца не понимают, отвечают, можем. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. А да, сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Вот в данном случае здесь Спаситель пророчествует о том, что апостолы все претерпят в гонениях великие страдания, за креста прольют кровь и через это войдут в славу Господа. Но слова Христа не от меня зависит, но кому уготовано, свидетельствует, по сути дела, о том, что не один и не два человека сядут рядом с Господом в славе, а все те, кто будет подвязаться, те, кто сделает так, чтобы для него царство было уготовано, он войдет в эту славу. То есть зависит исключительно не от, в каком-то смысле не от Бога, а от усердия самого подвязающегося, верующего человека. И, услышав десять, начали негодовать на Якова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их влавствуют, но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, мы видим, что Господь неоднократно и здесь вновь говорит апостолам о том, что законы Царства Божия, Его Царства совсем не те, что законы Царства Человеческого. И поэтому вот этот главнейший принцип «будь всем слугой и будь всем рабом», он является основополагающим для вхождения в Царство Божие. Говорится о том, что десять начали негодовать на Якова и Иоанна. То есть вот здесь они, прочие апостолы, уловили очень важный момент. Хоть Господь нередко приближал к себе Якова и Иоанна, когда речь идет о чем-то очень главном, а именно об условиях вхождения Царства Божия для Господа абсолютно все равны. И Господь, в данном случае, подозвав десять, в каком-то смысле вскрывает тот момент зависти, который имели прочие десять апостолов. Они тоже хотели, конечно, быть поближе к Господу в его славе. «Приходит в Иерусалим, приходит, простите, в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, в Артемей, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Назарей, Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Ну, вот говорится о том, что Господь уже совсем недалеко находится от Иерусалима. Он находится в низине, в местности, где находится городок Иерихон. И там говорится о том, что его встретил слепой, сидевший у дороги, в Артемей. Ну, перевод слова в Артемей с арамейского как раз и значит «сын Тимеев». Этим мы знаем такими переводами слов богато Евангелия от Марка, который просил милостыни. В данном случае, услышав о том, что идет Иисус Назарей, который почитается уже Мессией среди людей, он начал, мы видим, кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И чем больше его заставляли люди молчать, тем он сильнее кричал. Вот у многих толкователей говорится о том, что это образ молитвы перед Господом. То есть, в данном случае, когда, встав на молитву, мы смущаемся бурей помыслов, которые рождают суета нашей жизни, или бесовские наваждения следуют на нас для того, чтобы мы замолчали и ни о чем не просили, вот здесь нужно делать очень серьезные усилия над собой и часто из глубины души просто кричать Господу и просить Его о том, чтобы Он наставил нас на путях нашего спасения. Ну, в данном случае, крик этого в Артемея, «Сын Давидов, помилуй меня!» конечно, свидетельствует о том, что он почитает его истинным Мессией, потому что «Сын Давидов» — это абсолютно однозначно так называемый мессианский титул, которым использовали ветхозаветные иудеи эпохи Христа Спасителя. «Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. «Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге». Ну, неоднократно мы разбирали уже исцеление слепых в том числе. Здесь, в данном случае, наверное, можно обратить внимание на что? На то, что Иисус исцеляет этого человека со словами «Иди, вера твоя спасла тебя!» Человек прозревает, но не уходит, как иногда это делают прочие исцеленные Христом, а пошел за Иисусом по дороге. То есть мы понимаем, что Христос вместе с физическим исцелением, то есть глаз этого человека, дает ему еще прозрение духовное. И перед этим человеком открывается то, что Иисус — это спаситель человечества, и больше слепому человеку идти, кроме как за Иисусом, некуда. Но в данном случае иногда видят здесь, конечно, и аллегорический смысл того, что происходит. В данном случае рихон — это низменность, это мир, лежащий во зле. Человек слепой — это человечество, которое было слепо и не знало истинного Бога. То, что Господь пришел в этот мир и остановился, то есть специально ради этого человека пришел, свидетельствует выражение «Иисус остановился, велел позвать его». А человек, встав, сбросив с себя верхнюю одежду, по сути дела символизирует человечество, которое сбросило с себя одежду греха и подошло к Иисусу. В данном случае такие аллегории использовали и древние церкви, и оригин, в частности, церковный учитель. Ну, в том числе из поздних. Здесь можно говорить о блаженном феофилакте, болгарском, а также о святителе Игнатии Кавказскому, у которого есть толкование в проповеди, которую он делал, в том числе и вот этого отрывка. Ну вот событием с Мартимеем как раз заканчивается 10 глава Евангелия от Марка. Редактор субтитров А.Семкин